Сегодня планирую вот здесь поставить кормушку для коз. Маленькую кормушку, чтобы могли кормиться четыре козочки максимум. Идея в том, чтобы кормушка была как можно ближе к выходу, чтобы не идти через весь козовник, через все помещение, чтобы положить туда сено, чтобы максимум вот либо спустился с сеном с чердака, где сено хранится будет зимой, ну что где сейчас, а сейчас она уже лежит отчасти. Спустился с лестницы и сразу же положил в кормушку, и если там сухой корм или что-то еще не важно, то есть отсюда зашел, сразу у тебя доступ к кормушке. Еще габариты кормушки я буду делать не по каким-то стандартам, а по своим возможностям. То есть дверь курятник в будущий мамашкин козовник у меня 50 сантиметров. 50 сантиметров максимум. В рамках эксперимента, как запустить рабочее хозяйство, не имея каких-то особых вливаний, вложений. Вот пример того. Делается из хлама, по сути говоря, из старых досочек, которые, например, у бабушек обычно валяются где-нибудь там на крышах, в сарайках. В общем, из старых разобранных заборов можно делать, из поддонов. Все, что попадается из рам оконных старых, которые так выбрасывают на мусорку, отдают, бесплатно можно забрать. Вот из всего этого хламя старого. Я сам себе в первую очередь доказываю, что в принципе можно запустить хозяйство даже так, даже таким образом. Поэтому в рамках этого эксперимента я сейчас буду делать эту кормушечку. Итак, поехали. Подготовил вот такую палочку длинную. Я ее подобрал похожей на вот эту палочку. Эта палочка у меня в длину 125 сантиметров, то есть метр двадцать пять. Она примерно такая же, как эта была. А именно 50 на 25. Практически. Это будут стоечки. Это у меня будет у кормушки 4 стоечки именно из этой досточки. И вот я подготовил стоечки. И теперь к этим стоечкам вот так положу их ровненько, чтобы лишние размеры не проводить. Вот так выровняю. И сейчас на определенном высоте буду пришивать поперечные досочки внизу и вверху. Сразу ее обошью. Ну, всю стену полностью сделаю. Потом вторую стеночку также сделаю. Это будут узкие стеночки у кормушки. Готовые я сделаю. Потом отдельно буду делать широкие длинные, точнее, стенки, которые тоже отдельно все сделаю. И буду уже готовые длинные стенки пришивать вот к этим кузеньким стенкам. Вот. А сейчас отступлю, например, это будет низ, отступлю 15 сантиметров и буду обшивать стенку. Вот я сделал каркасики и обшил их. Внизу две доски. Вверху брусочек. А здесь промежуток между ними зашил фанерой попавшейся. Самой тоненькой. Наверное, троечка, двоечка. Очень тонкая фанера. Какая-то от чего-то, не знаю даже от чего. Но закрыть бока пойдет. И это будет вот так. Одна стенка, та будет здесь вторая стенка. И сейчас буду их соединять между собой вот этими широкими досочками внизу. Вот здесь вот эти широкие. А вверху буду более узкими соединять и обшивать. Ну вот я собрал каркасик. Здесь толстые доски нашел. Получились наравне с этими досками примерно. И наверху усилил. Тоже стянул досочками, чтобы получился такой крепкий каркасик. Довольно-таки. Теперь моя задача это зашить низ досками и сделать речки и зашить заднюю сторону. Ну вот закончено дно у кармушки. Нашил такие досочки. Получилось ровно 50 сантиметров. Кармушечка. И ровненько. По рулеточке, например, вот одну пришил, вторую пришил, померил рулеткой, где кончается. Следующий конец меряю, чтобы совпадало примерно и живая получилась. Вот ровненько. Все расстояния ровные в этих досочках получилось. С этой стороны кажется, что где-то вот она больше досочка, где-то меньше досочка. Но когда перевернем, пол должен быть более-менее ровный. Ну, все равно, конечно, будут погрешности, потому что буски все кривые косые из мусора. Ну а так, в принципе. Но закончено. Теперь приступаю к рейкам. Рейки буду нашивать для того, чтобы туда вкладывать сено. Получились нашитые жердочки, через которые козочки будут кушать сено. Сено будет лишнее падать сюда, в коробку, в стол кормовой. И сейчас осталось зашить заднюю стеночку. И можно устанавливать ее на место. Расстояние между жердочками 7,5 см. Вот эта ширина получилась 50 см. Высота 1,25 см. И длина 1,30 см. Высота короба нижнего ориентировочная от 25 до 30 см. Ну вот, задняя стенка зашита. Осталось только поставить кормушку и проверить, как она будет работать. Ну вот, я смог пронести в этот приемчик кормушку. Установить ее. Теперь осталось дождаться козочек и покормить их. Это козы. Когда настали голодные времена. Бестравные, безлиственные. Сену радехонькие. Сену радехонькие. Беставец. Нужно готовить приемку. Раз И груз. Обенчане. Сену радехонь Zelda. Единственное усовершенствование, которое я еще добавил к этой кормушке, так это перекладинка, чтобы они просто не залазили в нее вовнутрь, потому что было пару раз, что они залазили, и даже я видел, что ночью одна козочка прям ночевала там. Чтобы они не топтали, не марали это сено, я поставил перекладинку уже несколько дней прошло, неделя, больше, две недели, наверное, где-то. И испытания показали, что этой перекладинки достаточно, чтобы они туда не залазили больше. Ну и они все достают, что им нужно достать, вышивают, сенка тут положил. Нормально, в общем. Козлик довольный, что есть сено. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...